Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Наш подозреваемый Разыскивается за многоженство и мошенничество Последний раз его видели в Талахасии Семь лет назад, где он женился По крайней мере на восьми разных женщинах И выудил у них сотни тысяч долларов Вы видели его? Да Он на кухне Семь лет назад, где он женился в Талхасии Семь лет назад, где он женился в Талхасии Откликнувшиеся жертвы Описали нашего подозреваемого Как нечто от нудного до неописуемого Я так и знал Я так и знал Я знал, что Вилли что-то скрывает А как он держит себя, притворяясь, что ему не нравится наша компания Но я всегда считал, что если Вилли преступник То он делает все по-тихому Штат Флорида предложил вознаграждение в 10 тысяч долларов За информацию, которая поможет его поймать Ты действительно думаешь, что это Вилли? Разуй глаза Посмотри повнимательнее Такой же безвольный подбородок Такая же залысина Такие же водянистые глаза Очевидно, некоторые женщины сочли это благородным подбородком Классическим лбом и соблазнительными глазами Ты что, хочешь приударить за ним? Нет, дорогой Однако, если разыскивают действительно его У него должно быть нечто желанное для женщин И, может быть, если ты ласково попросишь Вилли, он покажет тебе это Ты что, хочешь этим сказать? Тебе не вредно будет узнать кое-что про обольщение противоположного пола Я уже женат, чего беспокоиться? Ты такой чурбан Ах так? Тогда этот чурбан просто пойдет, наберет этот восьмизначный номер И потребует 10 тысяч вознаграждения Вилли Таннер, или кто бы там ни был на этой неделе, наш друг Он нам не сделал ничего плохого В частности, мне И пока это так, мы оставим его в покое Если у вас есть информация о нашем подозреваемом Мы просим вас не связываться с ним непосредственно Поскольку подозреваемый наверняка устремится в бегство Невероятно Мой Вилли Жеребец Да Но если Вилли тот самый тип Должен я выдать его Или спрятать Благородство или низость Почему никогда не бывают белые и черные сразу? Привет, Альф Что ты смотришь? Я не смотрю ничего, связанного с твоим отцом Если ты на это намекаешь Понятно Но если уж ты завел разговор, как он поживает? По-моему, прекрасно У тебя есть братья или сестры, о которых ты не знаешь? Ты опять наелся кошачьей мятой? Нет, со мной все в порядке Просто хотел узнать, сколько времени ты знаешь своего хапу, папу? По-моему, всю жизнь Ты уверен? А когда тебе было, скажем, между нолем и тремя годами? Те годы окутаны густым туманом Ага Значит, он мог пойти на сторону Например, прогуляться в Тала-Хаси Лин пришла Мне пора идти Ладно Приятно поработать с тобой челюстями Что это с ним? Сам удивляюсь Последнее время он ведет себя довольно странно Эй, Лин Что? Твой отец когда-нибудь уезжал надолго А потом возвращался измотанной С полными карманами денег И широкой улыбкой на лице Почему только я не ушла в колледж? Кемаришь понемногу? Сейчас встану Поскольку тебе уже не до сна Ты когда-нибудь думал о том, чтобы изменить внешность? Нет, не думал Продолжай Альф Что? Зачем ты напялил мне на голову парик? Вполне натурально, а? Зачем ты все это делаешь? Знаешь, что говорят, Вилли Парик делает человека Я не ношу парик Особенно такой Ладно Тогда, возможно, эти очки увеличат твое уже усохшее симпатичное лицо Альф Ладно, тогда примерь вот это Знаешь, что говорят о мужчине с большими ушами? Зачем ты притащил все это? Ты ведь Хочешь выглядеть щеголем во время круиза? Круиза? Да, Вилли Таннер Ты выиграл роскошный круиз на Багамы Круиз? Хочешь сказать, ты победил в каком-то радиоконкурсе или в этом роде? Да, удалось Конечно, сюда не включены авиабилеты, питание, чаевые Впрочем, и сам круиз Уходи через черный ход Единственное, куда я отправлюсь, так это вздремнуть Хорошо, тогда надень уши Будешь лучше спать Алло Вилли? Нет Вилли здесь больше не живет Он... Он на Багамах Ныряет за мелочи Он воплощает свою мечту Пока С кем ты только что разговаривал? Ни с кем Я знаю, что ты делал Ты проверял Вилли, так? А если и так? Тревор, оставь человека в покое Он спрашивал обо мне? Нет Он изменил голос и сказал, что уехал на Багамы Ракел, парень виновен как грех Тогда значит, что он виновен... Вот именно Что ты делаешь? Ты не выдашь его Мужайся, Ракель Не поддавайся своим побуждениям В прошлом ты никогда не поддавалась Тогда я отказываюсь в этом участвовать Человек совершил преступление Мы не можем пренебрегать нашим гражданским долгом И не проси меня идти на компромисс с моралью Алло, борцы с преступностью? Надеюсь, вы готовы расстаться с 10 штуками? Привет, это больница Сент-Джонс Меня интересуют некоторые вопросы о пластических операциях Нет, с моим лицом я совершенно счастлив, спасибо Это для друга Альф Я вам перезвоню Альф Зачем тебе сведения О пластических операциях? Я подумал, что было бы неплохо увидеть вокруг новые лица Дорогая Да, милый Ты не видела мои ботинки? Что, с коричневыми вставками? Нет, любые Они все пропали Теперь ты можешь остаться дома и избежать неприятностей Я знаю Я знаю Побудь один день посреди комнаты и не подходи к окнам Я открою Отдай мои ботинки Не могу Отдай мои ботинки Поверь мне, у тебя прекрасные ноги Демонстрирую их с гордостью Вилли Вилли Эти господа пришли к тебе Говорят, что они из ФБР Из ФБР? Разрешите нам войти, сэр? Да, конечно Что вам угодно? Вам придется проехать с нами Ответить на обвинения в растрате Пересечении границы штата Мошенничестве И самое главное В многоженстве Наденьте ботинки Почему вам взбрело в голову Что я могу быть виновен в этих преступлениях? Вчера вечером в борцах с преступностью Дали приметы человека, соответствующие вашему Вас заложил какой-то алчный зритель Что здесь происходит? Эти люди из ФБР Они считают, что я похож на того, кого они разыскивают А он не стал Ахаси? Что ты знаешь о Флориде, сынок? Кто-то спрашивал меня, не был ли там папа Теперь я начинаю догадываться об источнике недоразумения Вы можете посвятить нас? Нет, не могу Будьте любезны пройти с нами А это необходимо? Можете оставить что-то типа вопросника Клянусь, я буду честен Так не пойдет Мы все знаем о бегстве на Багаме Откуда вы это знаете? То есть что? То есть... Все равно Поехали Вы не наденьте ботинки? У меня их нет На следующий день отца вам надо намекнуть Вилли забрали Кейт думает, что я его выдал Я покончу с собой, повесившись в китайском ресторанчике Альф, марш сюда Ладно Я тебе два раза намекну Несовместимые противоположности Главное событие А, понял Плохие фильмы Шелли Лонга Нет Ладно, сдаюсь Плохие фильмы Райана О'Нилла Бумажная луна Нет, это хороший История Оливера Лихорадочный бросок Партнеры Пока прекрасно Пристрелите меня и покончим с этим Никто никого не пристрелит пока Подождите здесь с другими Мы скоро займемся вами С другими? Привет Кто бросил жвачку на пол? Альф? Обыкновенная картонная коробка В ней искать не надо Очень жаль, что она не еловая Можно поговорить после того, как ты успокоишься И у нас будет время, чтобы подготовиться к путешествию Как ты мог поступить так с Вилли после всего, что он сделал для тебя? Так и знал, что ты обвинишь меня Поэтому спрятался Но ты не права, Кейт Я не выдавал его Друзья? Ты видел передачу Допрашивал Лин и Брайана Пришел к заключению А кто-то позвонил в ФБР Конечно, когда сложишь все вместе, получается плохо Но я только пытался удержать его от бегства Вилли не многоженец Конечно, Кейт Но если он пропал навсегда У нас остались воспоминания о нем И его дом И мы найдем способ захоронить его Если ты согласна работать по ночам Я не могу с тобой разговаривать Я слишком зла Это 24-часовая злость? Или инопланетяно-расчленительная злость? Если проснешься, тогда узнаешь Извините У вас есть время? Навалом А что? Мы с ребятами интересуемся Не хотите ли вы присоединиться к паре? О чем вы спорите? Каждый из нас виновен Если только это так Ставки у нас по 5 долларов Я не уверен, что это действительно уместно Вы можете поручиться за себя? Присоединяюсь Таннер? Вашу историю проверили Вы свободны Какое облегчение? Кейт, наверное, уже беспокоится Постойте, постойте Куда вы? Я Вилли Таннер Помните? Для меня вы, ребята, на одно лицо Отличный ход, мистер Фаско Тревор Ракель Что вы здесь делаете? Таннер Ракель подумывает поступить в полицию Я правда говорю, Ракель? Тревор, они сняли с него ботинки Я же говорил, что все могло быть хуже Тебе лучше привыкнуть к этому Если хочешь носить значок Помолчи Возвращаетесь домой, а, мистер Таннер? Знаю, нам не положено это говорить Но вы выглядели чертовски напуганным Извини, парень Мистер Акмонак Оказалось, ваш клиент Немногоженец Он просто босой социальный работник Это ты заложил меня? Как ты мог? Знаешь, если подумать Глаза у него довольно водянистые Да, ты выглядишь в точности Как тот тип по телевизору Да, конечно Набери телефон и пусть меня посадят Именно это мы и сделали Чего же ты ноешь? Не могу поверить, что после стольких лет соседства Не могу поверить, что ты продал меня За несколько тысяч долларов За десять Слушай, я очень, очень, очень сожалею Но приятно знать, что я все еще могу вести фантастическую жизнь Спасибо Подвести? Опять начинаешь? Нет, я не могу Я должен остаться дома, пока папа не вернется из тюрьмы Брайан Ну, вроде бы он женился на многих женщин и забрал у них деньги Но мне нельзя говорить об этом Пока Это твой папа Почему он выходит из машины Акмонеков? Он выглядит озлобленным? Трудно сказать Но он только что пнул одного из фламинго Всем привет Папа, тебя отпустили? Дорогой, я так рада, что ты дома Мы скучали без тебя, папа В тюрьме ужасно В ботинках там было бы лучше А сейчас я хочу вкусно и спокойно поужинать И выбросить всю эту дребедень из головы Вилли, я знал, что ты не виновен Я так рад, что могу прямо здесь на ковре сделать лужу Дорогая, хочу сказать тебе то, чего никогда не собирался говорить Что ты не проголосовал за мисс Конгениальность, да? Мои слова принять будет легче Дело в том, что Альф не имеет к этому никакого отношения Меня выдали Акмонаки Аллилуйя! Когда святые маршируют, когда святые маршируют... Хором подпевайте! Альф, Альф, извини, что прерываю твое доброе злорадство Но почему ты не сказал мне, если думал, что я в беде? Потому что человек по телевизору сказал, что если ты тот тип, то ты дождёру Я не хотел потерять тебя Ты пытался спрятать меня? Вот для чего тебе всё это было нужно, да? Эй, ты же все эти годы защищал меня Это было меньшее, что я мог сделать для тебя Должен признать, это очень благородный поступок Совершённый в очень знакомой, извращённой манере Спасибо Дорогой, почему бы тебе не вымыть ноги? Мы собираемся ужинать Дети, не хотите сесть за стол? Ну, Альф, кажется, я должна извиниться Я наговорила тебе много несправедливого И если обидела тебя Извини В этой семье я в ладах с каждым, но с тобой мы, похоже, не уживаемся По-моему, виновата ты Мы ладим, ладим Что тебя забавляет? Ничего, дорогой Опять эти штучки с многожёнством, да? Нет, дорогой, просто я кое-что прочла Каддафи накапливает нервный газ Ну и шалун этот Муаммар Ладно, дорогой Я просто попыталась представить тебя со всеми этими... со всеми этими женщинами А такое вполне могло бы случиться Я по-прежнему считаю тебя неотразимым В самом деле Извинение принято Оставим эту тему Если понадоблюсь, я буду внизу, на углу, слушать рэп с братьями Эй, эй, эй Куда это ты направился? Что ты сказал? Не очень хорошая маскировка Ты прав Если бы у меня был маленький чёрный бант, я был бы похож на розмари Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok